Очень рада видеть в нашем любимом месте в этот замечательный весенний день располагающий культурное мероприятие. Ну, то, что я представляю, это для меня, для самой, очень новая аудиосборник, действительно записан с музыкальным обновлением, и, в общем-то, это результат случайности. Хотя случайность, она, конечно, приходит тоже всегда, когда надо. В общем, сижу я у себя в контакте, никого не трогаю, и вдруг мне приходит письмо насчет аудиостодии, вот Infinity Music, а вот мы вам запишем песни и все остальное. Я пишу хорошо, я песен не пою, но вот рассказы я рассказываю. И как бы это под музыку. Я прихожу, говорю, вот своим голосом, вот под музыку, и, в общем, вылилось это дело в полтора месяца очень серьезной напряженной работы. Причем списывались и утром, и днем, и вечером. Рассказы, которые здесь, коротенькие рассказы, написанные в разные годы. Я так кратенько расскажу о некоторых из них, почитаю. Причем почитаю именно своим голосом под то музыкальное оформление, которое сделано на студии. А на диске оно уже, оно уже все вместе. Обложку, ну, обложку сделала я сама, я тут еще, еще и дизайнер такой учат. Вот постаралась, чтобы присутствовало примерно, ну, все, что в этих рассказах. Рассказы самые разные. И фантастика, и фэнтези, и юморная постапокалиптика, и сказочка. Вот. Ну что, тогда, пожалуй, первый рассказ написан раньше всех. Называется он «Победитель терминалов». А, собственно, родился и предположение, ну, а что было бы, если бы мальчик, который оказался главным героем, ну, не захотел бы он спасать человечество, а хочет он быть обычным простым американцем, которому хочется пить пиво, играть в бейсбол, и вообще, ну, так, в общем, американский очень простой человек. И получилось вот. А самое первое? Первое. Победитель терминатора. Вообще-то я человек спокойный. Чтобы меня разозлить, нужно как следует потрудиться. Вот когда в прошлом месяце Боб Такер вылил мне на штаны целую кружку пива, другой Божий вовсю махал кулаками, а я решил не заводиться из-за пустяков. Или когда тот приезжий, целый час уделал меня над ухом насчет конца света. Любой из нашего городка прогнал бы его хорошим пинком. А я потягивал пиво и ждал, когда он сам выдохнется. Уж о чем-очем, а о конце света я знаю побольше нет. Так уж вышло. Кто был моим отцом, не скажу. Он успел щебнуть с горизонта за долго до моего рождения. Мамаша, сколько я себя помню, едва ли не каждый день твердила, что он солдат из будущего, и поэтому я должен стать великим человеком. Произойдет это, когда начнется атомная война, машины начнут воевать против людей, и случится вся та грень, которую каждый вечер будет потерянным. Сперва я ловила от этого кайф. А кому, скажите, не понравится, быть особенным. Но если те постоянно гоняют как в военном лагере, не дают ходить на матчи по бейсболу, и проводить время в павильоне игровых автоматов, это меняет дело, верно? А когда вместо нормальной еды, вроде пиццы и гамбургеров, пихаю здоровую пищу, полувареное мясо и сырые овощи без соли, ну тогда вообще получается полная зайница. Одним словом, я страшно обрадовался, когда мамаша сочла свою миссию выполненной и свалила с одним бывшим диким гусем. А потом начало я дерьмо покруче того, которое она мне устраивала. Сначала на меня свалился терминатор из будущего. Он должен меня защищать от другого, которого кто-то когда-то послал вышибить мне в мозге. Вроде бы эта парочка и раньше до меня докапывалась, но тогда с ними разобралась мамаша, а я сильно не завидую тому, кто встанет у нее поперек дороги. Затем нарисовался перекачанным бужик с мордой в шрамах. Этот смотрел на меня, как фанат на рок-звезду и твердил, что он тоже оттуда и служил в моем отряде. Вроде бы мы с ним надрали задницу всем терминаторам. Вдруг я теперь ничего этого не понял? Потом? Потом было еще много чего, вспоминать неохота. В конце концов, все это начало меня доставать. Знаете ли, не каждому понравится, что его отрывают от телевизора, когда до конца матча остается всего ничего, а калифорнийские быки вот-вот сравняют счет с текарскими скунсами. Или когда тебя вытаскивают из бара, а бивная кружка не опустела и до половины. Не говоря уже о погонях и переслевках, на которые лучше смотреть, потягивая пик, чем участвовать самому. Я вам уже говорил, что я человек мирный, и по мне все самое лучшее, чтобы все оставалось как есть, без всяких восстаний, глобальных войн и всего такого. Только вот мамаша оказалась права, когда говорила, если уж вовсе крепнет, я в силах вернуть все на свои места. Короче, оставила она мне одну штукомину, на самый хреновый случай. Я там копался, пару проводков перепаял, ничего сложного, а потом как-нибудь в другой раз. Главное, что после этого жизнь все наладилась. Разве что когда во время мальчика в бане протолкнулся, и пьё ждать приходится во полчаса, а так никаких проблем. Скажете, а как же терминаторы? Нет, они не оставили меня в покое. Появлялись один за другим, как торговые агенты. Только мне теперь было чем их встретить. Нет, какой еще власти? Чтоб потом с полицией были неприятности. Мне проблемы не нужны. Вы спросите, куда они подевались? Да никуда и не думали деваться. Вон дальше по улице, видите здоровенного парня? Ага, который стрижет газон. Это самый первый. Он должен был меня защищать. Второй тоже остался в нашем городке. Его теперь из библиотеки палкой не выгонешь. Пока не выберет все слезливые романы, не успокоится. А потом читает их вслух. Слухи почетных старых дев. А видите, блондинка. Которая выходит из супермаркета и прет целую гору пакетов. Самая крутая из них. Т-3000. Тех двоих делала на раз. Как новорожденных щенков. А теперь она замужем за Билли Уилгинсом. Ведет хозяйство и воспитывает его пиццерых рякунов. Терпение у нее просто нечеловеческое. И не только оно. Билл от нее просто тащится. А что вместо подроков электронная гащинка? Так это говорят для домашнего хозяйства еще и лучше. Было еще парочка таких же. Но они прошлым летом свалили отсюда на заработки. А тот мужик со шрамами вернулся к себе в возможное будущее. Убилок я со всеми терминаторами разобрался. И от восторга едва мне красотки не лезал. Говорит, никто, кроме меня, не смог бы так их перепрограммировать. А я чего? Я человек мирный. Мне главное, чтобы все оставалось как есть. И чтобы от матча по бейсболу не отрывали. Особенно, когда калифорнийские скунсы вот-вот надерут задницы казахским апостолом. На диске его четвертая редакция. Сначала появилась одна, потом вторая, потом рассказ по сути дела был переписан заново, потом второй раз. И, кстати, и эта карма отразилась именно на диске. Над ним работали больше всего. Но это вы послушайте. А третий дневник Тернера внука. Пирата Карибского моря, главный герой Уильям Тернер, он становится капитаном летучего колландца. По сути дела, человек не живой. И там же служат его папочками на какой-то очень низкой должности. Не босс, но не матрос. А самое главное, что в конце фильма-то оказывается, что до того, кстати, мертвым капитаном, он успел жениться, и впоследствии у него родился сын. А согласно закону, он может сойти на берег и пообщаться с семьей один раз в 10 лет. Я подумала, как могла сложиться судьба этого мальчика. В общем, вот третья теперь фонограмма. Получилась такая история жизни. Дневник Тернера внука. Десять лет. Мой папа капитан летучего колландца. У него очень много работы, поэтому навестить нас с мамой он может только раз в 10 лет. И провести с нами всего день и ночь. Мама говорит, что прежний капитан ленился. От этого корабля и вся команда заросли ракушками. А еще это потому, что они не умывались. Когда я выросла, тоже стану капитаном. Двадцать лет. Отец снова гостил у нас. Мы с ним выглядим ровесниками. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Он смеется, что это соленый морской воздух так действует. Пытался расспросить пролетучего колландца. В какие страны и с каким грозом он ходит. Все вокруг почему-то убеждены, что это корабль-призрак. Один раз туда попал, и уже нипочем не сойдешь на службу. Будто бы на нем погибшие моряки добираются до того места, где все океаны сливаются в один и вытекают. Не помню куда. В общем, оттуда не возвращаемся. Все же пришлось из-за этого драться. А Беатрисе, которая торгует рыбой, даже сунул жабу зашиворот. Так ей надо. Нечего сплетничать. Мама часто расстраивается. И даже плачет, когда думает, что я не вижу. Отец тогда ничего не ответил. Только очень грустно посмотрел на нее. Даже не верится, что оба мои родители. Мама к его приезду достала из сундука старое синее платье. Оно было вместо свадебного, когда капитан Барбоса их обвинчал прямо на корабле. Только это она зря. Платье ей мало. Даже я вижу. Отец попросил меня называть его Уильяма. Тридцать лет. Я окончательно убедился. Все, что говорили о нашей семье, правда. За эти годы Уильям, то есть мой отец, нисколько не изменился. Теперь он выглядит даже моложе меня. С матерью они лишь немного посидели за столом. К праздничному ужину, который она готовила весь день, он почти не притронулся. После, вместо того, чтобы остаться с ней, Уильям позвал меня с собой. Обошли все окрестные таверны. Надо же, спиртное на него совершенно не действует. Сорок лет. Уильям темно, которого даже язык не поворачивается назвать моим отцом, снова у нас. Он все такой же. Свежий двадцатилетний красавец. А я старею. Как это несправедливо. Мать выглядит рядом с ним старухой. Уильям даже не пытался сделать вид, что рад ей. Неужели это так трудно? Она строго готовилась к встрече. Старое синее платье перешивало весь последний месяц. Почему у всех нормальные живые отцы, а у меня капитан летучего голландца, который никогда не состарится и никогда не умрет своей смертью? Еще немного, и его можно будет принять за моего сына. Ненавижу его. Пятьдесят лет. Пора, наконец, посмотреть правде в глаза. Я от рождения не такой, как все остальные. Может быть, поэтому обычная человеческая жизнь не принесла мне счастья. Целыми днями сиди в судовой конторе, перебирая бумаги. В то время как другие. Матильда сбежала от меня с наезжим торговцем, оставив записку, что со мной смертельно скучно. Я даже не сделал попытки разыскать ее. После смерти матушки дом стал пустым и тоскливым. Все больше времени провожу на морском берегу. Иногда в рисунке волн мне чудится лесопрекрасная женщина. Она манит меня к себе. Вот только я никак не могу запечатлеть в памяти ее черты. Они меняются каждое мгновение. Может быть, это морская богиня Калипса, похитившая сердце моряка Дэвид Джонса. Не могу больше так жить. Когда у Эльиа Тиона, капитан летучего голландца, мой отец снова сойдет на берег, попрошусь к нему в команду. Если для этого понадобится умереть, это не изменит моего решения. Тема охоты мне не близка абсолютно. Ну, как-то не люблю я этого. И придумала я эту ситуацию, когда вроде бы добыча остановится охотником. И, разумеется, в самом фантастическом антураже. Вот следующий, тогда четвертый. На диске оно на самом деле звучит почетче и погромче. Просто живой накладываешь голос. Честно говоря, я почти в первую, ну, где-то второй-третий лет жизни читаю по-русски. Итак, за цветком папоротника. Не так-то это просто быть мыслящим растением. Да еще и, как бы поизящнее выразиться, не вегетарианцы. Все стараются так или иначе отравить твое существование. Зачастую в самом буквальном смысле этого слова. Особенно люди, для которых истребление себе подобное, на протяжении многих веков является излюбленным занятием. Но возлещее существо всегда найдет выход из самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Когда-то нас разводили ради забавы. Людям казалось смешным, что мощное растение движется, нелепо перевариваясь, вытаскивая корни из земли. Лишенными в самом юном возрасте охотничьего побега, мы влачили жалкое существование в оранжереях, на садовых участках, в городских скверах. Мы были предметом насмешек и снисходительной жалости. Так продолжалось, пока не произошел катаклизм, после которого людям очень надолго стало не до нас. Мы покинули сады и оранжереи и начали вести тот образ жизни, для которого созданы. Последующие поколения, не изуродованные людьми, вырастали уже охотниками, вызывавшими панический страх у оставшегося населения планеты. Мы смогли отплатить недавним хозяевам заводы унижений. Но прежний порядок восстановился, и нас стали безжалостно истреблять. Целые отряды в скафандрах, неуязвимые для наших шипов, вооруженные огнеметами, прочесывали окрестности. С летательных аппаратов распылялись ядовитые вещества. Нам оставалось лишь одно – найти более безопасное место обитания. Причем такое, где мы были бы застрахованы от повторения этой трагической истории. Оставшиеся в живых разлетелись по разным концам галактики. Предки, которые основали наш семейный клан, прибыли на эту планету в грузовом отсеке прогулочного корабля, замаскировавшись под съедобные растения. Благо, юный возраст и достаточно скромные размеры этому способствовали. С огромным трудом им удалось выбраться наружу и найти место в новой среде обитания. Собрав по крупинкам пыльцу информацию, они поняли, кем должны стать в глазах местного населения. Для этого мои предки воспользовались местной легендой. Чрезвычайно популярной, несмотря на ее древность и полное отсутствие логики. Несколько поколений усердно работало на модификации внешнего облика. Листьям придали характерную форму, вызывающую аборигенов положительные эмоции. Цветку – яркую окраску с фосфорицирующим эффектом. Охотничий побег замаскировали как безобидный степень. Теперь все обстоит даже лучше, чем когда-либо. Мы окружены почтением. Никто не препятствует нашему спокойному существованию. Более того, добыча сама идет к нам, преодолевая в поисках любые препятствия и расстояния. Ведь согласно распространенному здесь стереотипу, наиболее почитаемым является вариант, когда искомая цель достигнута с максимальными трудностями. Люди сами стремятся к нам, разыскивают и преследуют даже тогда, когда нам не требуется столько пищи. Они сами бросаются нам навстречу. Они наивно полагают, что охотятся за цветком папоротника. Так, молодые люди, которые называют себя пикаперами, и они, ну, вид спорта, познакомятся с девушкой, и в тот же вечер перейти к ней, с ней в самое что ни на есть тесные отношения, минуя ухаживание, минуя вызывание симпатии, и, собственно, тоже своего рода охота. А бывает, когда тоже жертва становится охотником. Ну и, соответственно. Так, вот следующий. Пятый. Я уж пятый, да. Рассказ называется «Женюсь». Опять же, о благонамеренном, духе пропаганды семейных ценностей, приличных отношений, и все такое. Сегодня Вадик как нельзя более уверен в себе. Этот день должен стать его триумфом. Девушка, которую он соблазнит, будет 126-й в списке за последний месяц. Можно считать звание почетного пикапера у него в кармане. А вот и объект. Блондинка в обтягивающих джинсах и футболке с крышей с носным вырезом. Так, каким может быть круг ее интересов? А-а-а! Из рюкзачка виднеется обложка со звездолетами и с суперсолдатами в скафандрах. Теперь надо подойти и ошеломить ее неожиданным вопросом. «Девушка, не подскажете, где в этом городе можно приобрести горючее для боевого звездолета?» «Где-то там», – ответила незнакомка, поправляя волосы. «А вы не знаете, где здесь футбольный клуб?» «Такой спортивный молодой человек непременно должен быть в курсе». Вадик уставился в бездонные голубые глаза. Неужели еще сохранились такие ангельские создания? А это еще и спортивными новостями интересуется. Устоявшаяся система ценностей незаметно удалилась по общеизвестному адресу. Из футбольного клуба они плавно переместились в бар скамейка запасных, где от души поорали на трансляции матча и выпили по штрафному коктейлю, а потом пиво, заедая его чесночными гринками. Еще никогда у него не было такой потрясающей смертности. Проснувшись в скромно обставленной девичьей комнатке, Вадик решил, что этому воплощенному совершенству нельзя позволить так просто исчезнуть из его жизни. «Женюсь!» – мысленно произнес он, открывая глаза. Но рядом была пустая подушва. На журнальном столике рядом с чашкой кофе пеляла записка. Но вместо полагающихся таких случаях телефонного номера и нежных слов там было следующее. «Спасибо! Благодаря тебе я выиграла конкурс по квалификации. С тобой было приятно иметь дело». В полнейшем разумлении он оглянулся вокруг. На стене в рамочке под стеклом виднелись диплом женских курсов бихайбера и грамотно победительница прошлогодних соревнований. «Сегодня же завязываю» – заорал Вадик во всю силу легких. И женюсь. «Сегодня же завязываю» – заорал Вадик во всю силу легких. Так, это у нас раз, два, три. Сейчас, да. Да, ну, в общем, следующее. «Шестое». «Да, действительно». «Итак, ну, есть еще эпиграф. Что можно сказать о человеке, у которого в холодильнике тепло? В холодильнике моем тепло. Но разумеется, у меня в холодильнике тепло. А что там по-важному должно быть? Холод, что ли? Вы еще скажите, что в тостере хлеб надо поджаривать, а в миксере овощи измельчать. Может, оно когда-то так и было. Про эпоху, которая до великого катаклизма, многое рассказывают. Люди тогда и летать не умели, и вместо мысленной связи пользовались мобильниками. Жуткий анахронизм. А все от того, что к наследию древних когда-то неправильно подошли. Да ведь какая хитрая штука получается. Некоторые вещи в прямом смысле понимать надо, а некоторые в противоположном. Шиворот на выбор. Это как с холодильником, например. Но в этом одни долговательницы хорошо разбираются. Только взглядут на какой-нибудь агрегат и сразу поймут, для чего он предназначен. Зато теперь порядок. На утюгах овощи жарим. Сковородка, она не для жарки, а для игры перевернем в лим. Ночник опять же не лампа, как некоторые утверждают, а излучатель темноты, чтобы спалось лучше. Моющий пылесос не для того, чтобы ловить тигра-блух и всякую хищную жидность, а чтобы им мыться. В этом-то как раз ничего сложного нет. Ах да, холодильник. Он у меня, между прочим, лучший по всем сообществе. И цветочки у меня там мух ловит, и змейки поют, и кормушка для бабочек поставлена. Своим хватает, да еще и соседских подкармливаю. Жалко мне, что ли. А в самых нижних контейнерах ягоды бисерящий напиток преобразуются. А чему удивляться-то? На что, по-вашему, еще можно использовать в самый обыкновенный теплый холодильник? Вот. Прекрасно. И потом опять же, в комнату можно не только через дверь пробраться. Итак, как формальная логика спасла жизнь одной разумной девушке? Так. Восьмая. Еще сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, точно восемь. Жил когда-то один сеньор, богатый и родовитый. Вот только борода у него была синяя, а репутация так вообще черней некуда. Типа маньяк он, и все его жены без вести пропадают. Поэтому никто за него идти не хотел. И вот нашлась невеста, девушка разумная и ровкого десятка. Мало ли, что говорят, зато у него жил кофе, что надо. И уж лучше синяя борода, чем, к примеру, зеленый ирокез. А что маньяк, так по нашим временам это не самое плохое. Сыграли они свадьбу, уезжают новобрачные по делам. А жене говорит. Делай все, что хочешь, бери все, что душа пожелает. Вот только этим ключиком не открывай вот ту дверь. Возвращается через какое-то время домой, а там гостей полный замок. Праздник не один день будет. Находит жену в объятиях молодого красавца и спрашивает, что за безобразие здесь происходит. Мне запрещено было только дверь открывать, отвечает женщина. Вот он, ваш ключик в ценности и сохранности. Скрипал зубами синяя борода, но делать нечего. Снова уезжает он и то же самое наказывает. В двери запрет на жену, едва ли не силком тащит. Возвращается и ничего понять не может. К замку не подобраться. Под перекопом целая толпа в потешную войну играет. А жена ему снова в качестве оправдания ключик показывает. А в третий раз и того уже. Вроде и его это родовой замок, а с виду вовсе даже не знакомый. Ни портретов фамильных, ни оружия старинного. Жопись на стенах краской замазана. Это ябра ремонт, объясняет молодая супруга. Всю вашу рубль я стальевщику продала. А портреты они там, в кладовке. Их никто даже за даром брать не хотел. У синей бороды руки чешутся жене голову отвернуть. А нельзя, раз запрет не нарушила. Иначе ему от инвернальной сущности, который мне за памятные времена душу продал. Не дополнительных сто лет жизни будет, а шиш с маслом. Это то, если повезет. Уезжает, а жену едва ли не носом запретно у дверь тычет. И намеки делает. Ну уж такое там диво-диво не спрятано. Пришло время, и разобрала женщину любопытство. А вдруг от нее и вправду что-то удивительное скрывают. Дверь открывать нельзя. В замочную скважину не взглянишь ничего. Позвала она гастарбайтеров турецких, а муж и таджиков. Разобрали те истину. И увидели все, что от предыдущих жен осталось. Возвращается синяя борода домой. Думает, ох, теперь-то он за все с женой похвитается. И за бинут бугреб обустошенные, и за евроремонт. А его на полдороги служители закону встречают. Лишился он головы вместе с синей бородой. А вдали его и в замок, и поместье отошли. Земли, правда, за долги ушли. А в замке она семейный пансионат выходного дня открыл. Вот, мораль, прямой путь. Не всегда самый короткий. Вот, на детстве как раз вот там сейчас ломают дверь. И души вылетают вместе с плывем. Найцы, они все решают за меня. Было представлено на конкурс. До финала так несколько не добралось. Ну, что, собственно говоря, не обидно. Итак, они все решают за меня. Вы действительно уверены, что хотите отправиться на Лимарь? Учтите. Вернуться до окончания контракта вы не сможете. Подумайте еще раз. Психоаналитик отложил в сторону ингеновские очки и в упор в длину на сидящего перед ним молодого человека. Давайте на чистоту. Физические данные у вас на нижнем пределе. Еще немного, и вашу кандидатуру просто бы не рассматривали. Коэффициент умственного развития, наоборот, превышает все допустимые нормы. Да-да, в данном случае это не является преимуществом. На любой из цивилизованных планет вы без особых усилий можете устроиться гораздо лучше. Но и что вы забыли? В этом завоведнике варварство и антисанитария. Чем вас нормальные миры не устраивают? Понимаете, произнес кандидат-носильщики после короткой паузы. Они все решают за меня. Все решают за вас. Но позвольте, в вашем личном деле сказано, что после окончания лицея вы живете один. С родственниками общаетесь лишь в случае крайней неопадимости. Своей семьей не обзавелись. Я вовсе не это имел в виду. Мои вещи все решают за меня. Вещи? Это любопытно. Противопсихоаналитик, незаметно заглядывая в карточку заключения психиатрической комиссии. Неужели они что-то проглядели? Надо немедленно сообщить, куда следует. Мы настолько привыкли к этому, что даже перестали замечать. Начал позвольте, откинувшись на спинку кресла. Спинка моментально приняла конфигурацию, корректирующую осанку сидящего. Мы окружены вещами, которые думают и решают за нас. Что вам сейчас следует надеть? Что съесть и когда? Какую передачу смотреть, а какую нет? Недавно я решила освежить любимую куртку. И что же? Стиральная машина тут же перенаправила ее в утилизатор. Процент изношенности, к тому же фасон, не соответствует современным тенденцам современной моды. Кухонный автомод вместо заказанного острого мясного рога выдает мне безвкусные паровые котлетки. Он, видите ли, успел запросить информацию о моем состоянии здоровья. Я не могу даже принять ванну, нужны мне температуры. Не могу посмотреть журнал на ночь. Я попыталась демонтировать этих электронных узурпаторов. И что же? Посудомоечная машина немедленно связалась с хранителями порядка. А кондиционер угостил разрядом тока. И все это вы называете нормальным миром? Неужели вы сами не понимаете? Оставшись один, психоаналитик несколько раз нервно прошелся из углового кабинета. Ковровое покрытие тут же выдало информацию о скорости движения и оптимальном расстоянии, которое нужно пройти, чтобы окончательно успокоиться. Но нервная система отчего-то не желала приходить в равновесие. Необычный посетитель что-то растревожил в нем. Сбил тщательно отлаженную настойку. Подойдя к автомату-раздатчику напитков, психоаналитик набрал нужный год. Но вместо заказанного энергетика ягодного автомат выдал ему успокаивающий отвар, сопроводив ему пространные рекомендации о пользе именно этого напитка, именно для него в этот момент времени. В полголоса вырубавшись, психоаналитик стунул кулаком по ручше кресла. Тут же перед ним возникло геологическое табло, по которому побежали строчки. Рекомендуется посещение спортзала, адреса ближайших видов клубов, оптимальный график тренировок. Да ведь он прав. От такой жизни и в самом деле впору удавиться. Последний психоаналитик яростно сверля глазами стену. На стене тут же замеркали кадры видеоролика «Суициду нет». Мебель принял трансформироваться, сглаживая острые углы, а все полющие и режущие предметы намертли примагнители к столешнице. Отдышавшись и проделав серию релаксирующих упражнений, хозяин кабинета подошел к видеофону и набрал номер начальника экспедиции. У вас еще вакансии остались? Только землекопа? Лечу, записывайте. Нет, проблем с правоохранением у меня не возникло. Ментального сбоя тоже нет. Спрашиваете, в чем дело? Пытаюсь вам объяснить. Понимаете, они все решают за меня. Вот, сейчас я вкладну водички. А я перейду к заключительному блюду, сказка. Опять же, ремейк, ну, самый последний. Да, вот из меня выпало выражение, любимое на нашей студии, где все набера называются блюдами. Собственно говоря, ремейк, ну, многих русских народных сказок написано было, когда я купила пачку чая, и там было написано конкурс на самую лучшую рекламную сказку. Чей назывался «Золотая чаша». Сказку я написала, стала искать адрес, куда послать, и увидела, что конкурс-то год назад закончился. В общем, конкурс прошел, а сказка осталась. Сказка о чая волшебном чудодейственном, «Золотая чаша» называема. Далеко-далеко, за синими морями, за зелеными лесами, на вершине высокой горы, выемка была в воде чаши. В незапамятные времена, по неизвестной причине образовавшиеся, и рос в той выемке чай, не простой, а волшебный. Кто тот чай отведает, сразу умным становится. И прозвано было это место «Золотой чашей». Владел им голдун один. Силы большой, а ума и вовсе не сказанного. И очень неохотно он чаем своим делился. Один хотел умным быть. В некотором царстве-государстве, в самом, что ни наезд за худалом королевстве, жил-выл король. Был он вроде неглупый и старательный, а дела у него шли из рук вон плохо. Но никакого процветания, совсем даже наоборот. И была у короля дочка-красавица, с характером веселым, приятливым. Да вот беда, ни к чему серьезному душа у ней не лежала. За книжку умным сирком надо усаживать. Игрушку заморского подарили. Комдюр называется. Тогда же близко не подойдет. Возраст она вошла. Стали женихи приезжать свататься. А она на них осмотреть не хочет. Кому кнопку канцелярскую на стул подложат. Кому еще какую-то струку очень нет. Вот женихи ездить и перестали. Кому такое обращение понравится? Король-отец уж вовсе отчаялся. Как вдруг приезжает свататься принц из страны заморской. Рассказал ему король всю правду. Все как есть выложил. Бери, говорит, мою дочку в жены. И половину королевства моего захудал его в предачу. А даже все целиком. А я на острова Канарске отдыхать поеду. Очень я отдел государственных втомился. Выслушал его принц и говорит. Знаю я, как горе этому помочь. В одном дальнем царстве государстве чай растет. Золотой чашей его зовут. Кто его отведает, тот в раз умным становится. Гладеет тем чаем колдун, силой великой. Только я тоже не так прост. У меня вещь есть одна волшебная. Но отбух называется. С ее помощью мне друзья-товарищи всегда вам мощь могут. Добрый совет подать. Сказано, сделано. Поехал принц волшебный чай добывать. Ехал он три дня и три ночи и увидел в одном городе высокие хоромы. Чьи это хоромы, спрашивали? Отвечают ему люди-прохожие. А это бывшего Ивана-дурака. Уж каким глупым был. Пытались его братья к делу пристроить. Да все бесту. Отчаялись они. Денег собрали. И купили чайный пакетик. Что золотая чаша называется. Выпил чай от того Иван. И вместе с умом страсть к бизнесу приобрел необыкновенную. Весь город теперь на него работает. Мышки-нарушки урожая собирают. Лягушки к вакушке масло сбивают. Он его потом на экспорт в страны заморские гонит. За эти кулерами-скороходами служат. Да не простые, а породистые. Которые с энерджайзером. Долго ли, коротко ехал принц. И приехал, наконец, к ладуну. А тот ему и говорит. Не хочу я драться с тобой. Будем мы умом-интеллектом умеяться. Победишь, самолично тебе лучшего чая выберу. И желание одно исполнил. А нет. Назад отправился с пустыми руками. А сам хитро так поглядывает. Эть, чай из золотого кубка прихлебывает. Хорошо, отвечает принц. Только пускай будет по-честному. У тебя чай волшебный. А у меня предмет ноутбук называемый. Чтобы друзья и товарищи мне в любой момент помочь могли. Добрый совет подать. Стали они умом-интеллектом меряться. Три дня и три ночи загадки друг у друга загадывали. Ни тот, ни другой верх не взял. Потом три дня и три ночи стихи их с фронтом сочиняли. Все вровенье было. Стали они беседу вести умную философскую. Но колдуна-то у вас какой-то один. А принцу друзья-товарищи помогают. Вот и победил принц. И высказал он свое желание. Чтоб колдун чай волшебный не для себя одного держал. А по всему миру продавал. По цене разумной приемлемой. Хорошо, отвечает тот, исполния твое желание. Но он с уговором. Поступит они в продажу в упаковке скромной, в глаза не бросающейся. А разглядеть ее может лишь тот, у кого глаз острый и ум прозорливый. Согласился принц с уговором и поехал назад в захудалое королевство. Заварили чай волшебный, золотая чаша называемая. Отбедала его принцесса и враспомнила. Только свадьба у них все равно не получилась. У принцессы тяло к знаниям появилось просто удивительное. Из библиотеки дворцовой не выгонишь. От игрушки заморской компьютеры ни днем, ни ночью не оттащишь. А потом и вовсе в университет собралась законно-экономический изучать. А принц не в обиде. Он-то еще уходом на чай волшебного отведал. Я, говорит, философию высокую изучать хочу. Уж больно мне беседа та умная, по душе пришлась. Король-отец тоже доволен. Ему чаю достало всего ложечку, да и того хватило. И теперь не забудалое королевство его, а вполне даже процветающее. А чай волшебный, чудодейственный, золотая чаша называемая, всякие в чайной лавочке видеть может. В коробочке скромный, глаза не бросающиеся. Кто чай тот отведает, мудрость обретет необыкновенную. И талантов множество. И слава от чая и том по всему миру расходится. Вот.